Как в Каменном веке, жители ряда населенных пунктов Коножского района регулярно сталкиваются с проблемой электроснабжения. При этом средства на замену ветхих электросетей имеются, но непосредственный поставщик выделять их не спешит. С этой темной историей разбиралась Юлия Майданова. Летом ее привяжут в поле, я схожу, отвяжу. Она рядом идет, со мной разговаривает. Я ей, что не убегая, она кругом меня обернется и подойдет, идет, разговаривает она. Или принесешь питье, а если ей не понравится, она попробует и пить не будет. Я говорю, что не нравится, она головой даже помотает. К своей любимице стрелки Таина Семеновна теперь не знает, как и подойти. Из-за того, что в деревне вельцы постоянно отключают свет, работать в хлеву хозяйка может только с фонариком. А лошадь его боится, может и легнуть. К регулярным внезапным отключениям света люди уже привыкли. Новый год встретили, а первого числа свет вечером погас. Приехали дети, приехали внуки. Елку не зажгешь. А при свече, знаете, неинтересно сейчас. Хорошо, дети фонариков привезли, на лоб привезли, как шахтеры ходили в сарай. Более трех тысяч человек, проживающих в муниципальном образовании Порюшское, регулярно остаются без электричества. Сети стали совсем ветхие. Любая упавшая ветка или образовавшаяся налет приводит к аварии. В холодильнике ломаются телевизоры, магазин. Там же в холодильнике продукты и у нас и так. И не предупреждают ничего, выключат и все. Прошлой осенью в Порюшском появилась новая котельная, но из-за перебоев с электричеством она не работает. Муниципальное образование отапливается от старой котельной, да и там постоянно возникают проблемы. Если внезапное отключение света, приходится заливать котел, вынимать оттуда чурки, головешки толстые или не толстые, выносить все на улицу, чтобы не было перегрева котла. Иначе перегрев котла и трубки полетят. Будет взрыв и котел полетит. Перебои с электричеством влекут за собой проблемы во всем хозяйстве. Выходят из строя теплосети целых микрорайонов. Вот это вот многострадальный учительский дом, который был разморожен тоже ввиду отсутствия электроэнергии. Здесь было порядка 40 метров теплотрассы замерзшей. Подобные проблемы в муниципальных образованиях Вохтомская, Ерцевская, Тавринская под угрозой экономика всего района. Особая проблема также у нас с энергоснабжением. Предприятие, которое у нас только что начало развиваться, это Стройинвест. У них заготовка леса идет, распиловка с последующей глубокой переработкой древесины. Поэтому частые отключения тоже влияют на работу. У предприятия заключены контракты на экспорт древесины. И они находятся под угрозой срыва. Энергетики постоянно устраняют аварии. Однако, по их словам, необходимо менять всю систему. Если планировалось все в 70-х, 80-х годах, вот именно, ну, есть же проектные решения, да, есть там какие-то технические решения, потом технологические решения. И вот это все выливается в сетевой комплекс, который у нас сейчас существует. Конечно же, необходимо что-то думать вот с сетевым комплексом. Его как-то преобразовывать. Его как-то, может, реконструировать. В Архэнерго пояснили подобная ситуация во многих районах области. Дело в том, что непосредственный поставщик электроэнергии компания Архэнерго Сбыт задолжала Архэнерго более 2 миллиардов рублей. На эту сумму можно было бы модернизировать систему электроснабжения как минимум в пяти районах. Однако поставщик Архэнерго Сбыт заявляет, что не платят сами потребители. 3 марта в Архангельске состоится пресс-конференция компании Архэнерго, где региональным журналистам подробнее расскажут о сложившейся ситуации с электроснабжением региона. Юлия Майданова, Алексей Молоковский, Новости РНТВ, Конышский район.